Следующим шагом, ребят, мы разберем клонирование репозитория. Значит-то, я вас добавил в проект на гид. Значит-то, что вы делаете? Вы заходите в репозиторий. Давайте я зайду с того, с чего мне видно. То есть, у участников школы все это есть. Я беру, именно захожу с аккаунта от BovUnder. То есть, адреса могут меняться. Репозитория, это сейчас, да? Вот репозиторий. То есть, почему? Потому что я вас добавил. Теперь для новых участников кое-что поясню. Кто с этого видео? В школе, если зайти на главную страницу, вы найдете Selfie. То есть, обучение разработки и изучение языка с применением реальной разработки. Платформа будет немножко по-другому называться. Selfie. Самостоятельный искусственный интеллект. И здесь можно почитать, что мы делаем в школе. То есть, есть и школа, где можно посмотреть уроки по джангу, но есть еще и раздел разработки, где мы и... Вот часто ребятам не хватало чего? Взаимодействия. А там это основное. То есть, где мы и учим язык, и применяем на практике сразу. Поэтому давайте мы научимся самого простого. Это клонирование репозитория. То есть, вам надо просто взять вот этот репозиторий. Давайте посмотрим, что здесь содержится. Вот оно, клоны. И нам можно так, так, либо так. SSH нам. Копируем эту ссылочку. Теперь заходим в директорию, где мы сохранили все наши проекты. Вот. У меня вот эта вот директория. GitSelf. Поэтому я ее открываю. Вот хоть убей, не вижу и все. Ой, не там она. В терминале и пишу. GitClone. И вот это указываю. И так как я добавлю, клонируются репозитории. Теперь, если я посмотрю, то я вижу, вот она, эта система, этот репозиторий. Я могу уже открыть с ним и работать. Уже могу открыть в среде. Это вы знаете. Пока все.